Я всех приветствую на своем канале Сад без секретов. Меня зовут Светлана Налетова, я садовод. И сегодня мы будем сажать озимый чеснок. У садоводов, особенно из северных регионов, часто возникает вопрос, какой сорт озимого чеснока выбрать. Лично для себя я сделала выбор в пользу морозоустойчивых сортов. Взять хотя бы прошлый год, когда у нас была бесснежная зима, практически у всех моих соседей чеснок вымерз, а мой был в полном порядке. Года три назад я сделала выбор в пользу сортов озимого чеснока сибирской селекции. И теперь пару сортов от сибиряков я непременно использую. Вот, например, находка прошлого года. Это сорт Тогучинский. Очень морозоустойчивый сорт. Проверено повторить, что в прошлом году у всех моих соседей чеснок вымерз из-за того, что зима была бесснежная. А как видите, Тогучинский выглядит просто превосходно. Нисколько не пострадал. В этом году я добавлю еще один сорт сибирского НИИ. Это сорт Любаша. Селекционер тоже обещает, что он морозоустойчивый. А меня еще привлекла и лёжкость сорта, и небольшое количество зубков в луковице от 4 до 7. Мне нравится, когда зубчиков немного, но они крупные. А вот этот сорт безымянный, к сожалению. Мне его привезли из Тамбовской области. Я высаживаю его уже несколько лет. И мне нравятся крупные головки и довольно-таки забористый, задиристый характер. То есть чеснок очень и очень острый. Чтобы не пропустить свежее видео от канала «Сад без секретов», жмите на колокольчик, и вы будете в курсе всех важных советов для садоводов. Часто садоводы сажают озимый чеснок сухим, но я его предварительно замачиваю. И вот почему. Я выяснила, что только после замачивания могут, так сказать, проявиться очень многие проблемы у зубчиков. Вы можете увидеть, что они поражены вредителями или какими-то гнилями. Делаю я это в слабом растворе марганцовки, в светлорозовом растворе марганцовки на пару часов. Можете замачивать в фитоспорине, но делать это уже приблизительно на ночь, может быть, даже на сутки. Но нужно сказать, что фитоспорин защищает только от всевозможных гнилей, то есть вредителей он, так скажем, не уничтожает. Ну а теперь приступаем непосредственно к посадке. Вот здесь у меня уже подготовлены бороздки под чеснок. Глубина их примерно 10-12 см. Как видите, между ними уже была посажена рожь. Она успела вырасти вот до таких примерно размеров. Некоторые считают, что сеять сидираты нужно не до, а после посадки чеснока. Но я это делаю именно до посадки, потому что хочу использовать зеленую массу сидиратов для мульчирования посадок чеснока. А в наших северных условиях, если посеять, сидираты уже после того, как мы посадим озимый чеснок, то они просто не успеют вырасти. На дно бороздки я щедро насыпаю вермикулит. Это может быть и песок. Дело в том, что земля у меня достаточно тяжелая, а чесноку для укоренения нужна легкая почвосмесь. Мы будем облегчать ему работу, насыпав слой вермикулита. Сюда же мы добавляем щедрую горсть золы. Это калийное фосфорное удобрение. Теперь выставляем в ряд наши зубчики на расстоянии примерно 6 см. Мы ни в коем случае не вдавливаем, не вкручиваем, а именно просто ставим зубчики. Иначе, если мы начнем крутить, мы повредим донца, а на нем расположены зачатки корешков. А теперь сверху мы насыпаем на наш чеснок щедрую горсть табачной пыли. Она отпугивает от нашего чеснока множество вредителей, в частности, тех же личинок луковой мухи, которые очень и очень вредят чесноку. Присыпаем слоем земли, все, чеснок у нас посажен. Поливать или не поливать, это зависит от погодных условий. Вот у нас были дожди, земля достаточно влажная, и поливать чеснок не буду. Но если погода стоит несколько дней сухая, можно и полить. Не забудьте установить маркировочную бирку рядом с сортом, чтобы потом вы могли сделать вывод, нравится вам этот сорт или нет, стоит его размножать или нет. И обязательно мульчируем посадки. Как я это уже говорила, я это сделаю той самой рожью, которая уже успела вырасти, потом я еще ее подсею на весну. Но этого слоя мульчирования, конечно, для нашего северного чеснока немного. Я сюда уже поближе к морозам уложу слой либо скошенной травы, либо соломы. Очень много вопросов по поводу сроков посадки озимого чеснока. Раньше мы ориентировались на такую народную примету, если начался листопад без берез, пора сажать озимые культуры. Но современные садоводы стали замечать, что народные приметы у нас все реже и реже работают. Ну, потому что, скажем так, в нашем, например, регионе листьев с деревьев могут опадать и не только из-за погодных условий. Я в последние годы ориентируюсь исключительно на погоду. Как вы сами видите, у нас на Урале уже прошли первые такие приличные заморозки. Это сигнал к тому, что чеснок однозначно можно сажать и мы вполне успеваем до конца октября. И вот еще какой совет мне дал один бывалый садовод. Если мы хотим получить крупные бульбочки на чесноке, а ведь, как известно, бульбочки нам необходимы для того, чтобы впоследствии получить здоровый посадочный материал, потому что ведь известно, что со временем самый лучший сорт чеснока вырождается. Нам для получения бульбочек понадобится, ну, допустим, вот такой отрезок пластика, пластиковой трубы. Я так думаю, что он может быть и побольше, но не слишком. Мы его устанавливаем на глубину посадки и в него сажаем уже зубчик. Труба не даст зубчику разрастаться сильно, он будет ограничен и все свои жизненные силы, все свои соки. Он должен направлять на стрелку, ну, и таким образом на сами бульбочки. Вот я решила посадить так. Можете тоже провести такой эксперимент. Посмотрим в следующем сезоне, какими у нас будут бульбочки. Только не забудьте, конечно же, отметить это место, чтобы потом не оборвать у чеснока стрелку. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал «Сад без секретов». А в комментариях я предлагаю обсудить такой вопрос, придаете ли вы значение, какой сорт чеснока вы выращиваете. Удачи!